здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе я хочу изготовить микро микро считайте мушку которая хорошо себя ведет как летом так и зимой тема микро мушек как вот вы можете заметить по чине это будем мы изготавливать с вами на крючке вот номер 18 фирмы strike меньше у меня нет если есть возможность изготавливайте меньше тема микро мушек у нас рассматривалась уже очень очень долго и очень очень давно обсуждается я буду высказывать только лишь свое личное мнение давайте мы расскажу грузили латунным шариком где-то 1 и 6 миллиметра 1 и 8 немножко добавил свинца и взял красную нить фирмы hands которая пока мне позволяет немножко неудобно она вроде бы как стрейчевая мне вязать у меня по остаткам пера остается вот такой петушина перышко гризли нам совсем немножечко необходимо оторвать вот так сперва подровняем щепоточку бородок пера желательно выровнять чтобы кончики все у нас были одинаковы и подбираем теперь длину нашего хвостика у этой мушки хвостик должен быть немножко жестковатым и в то же время не быть достаточно длинным поэтому для этого я использую петушиное перо которое само по себе жесткая приблизительно длина хвостика должна равняться длине нашего нашей грудки и может несколько несколько миллиметров можно сделать больше перик померяли перехватываем пальцами и крепим хотя бы парочкой петельчик подхватили и теперь посмотрим длину вот в моем варианте немножко надо подтянуть вот так будет достаточно и учитывая то что здесь минимальное количество будет материалов так как будем изготавливать тело за счет нашей нитки я сразу же здесь где я креплю свое перо нанесу маленькую капельку клея и закреплю материал которым я буду в дальнейшем сегментировать как обычно я использую вот такой новогодний дождик который напоминает юнифлосс все элементы крепим не доходя чтобы край до нашего свинца закрепили теперь так как мы уже немножко подхватили наше тело мы можем с вами отрезать вровень со свинцом остатки нашего пера годится в качестве тела которое будет идти до свинца я буду использовать нашу красную нить поэтому ничего пока не добавляем подготавливаем тело нашей нимф очки никуда не торопимся аккуратно так чтобы у нас вышла ровненькая подравниваем витками создаем небольшую цилиндрическую форму вот за что я ее и не люблю буквально до свинца и выровняем наше тело закончили изготавливать тело красной ниткой я закрепил вот такую нитку флуоресцентную зеленого цвета и теперь нам необходимо слегка вот так вернуться назад оставить один у нас край хвостика и теперь все полностью тело не доходя до шарика буквально один миллиметр мы должны остановиться мы изготовили вот такой небольшой конической формы тела и теперь нам необходимо очень очень аккуратно произвести сегментацию нашим вот таким люрексом по всему телу следим за тем чтобы наши обороты совпадали между собой дошли до места крепления шарика и здесь окончательно уже закрепим наш материал остатки удаляем и теперь нам необходимо с вами взять вот такой если у вас имеется допустим другой лак пробуйте одно желательно чтобы был лак глубокого проникновения потому что это не реклама вот у меня тоже достаточно хороший вот такой есть лак но это уже годится для финиша если есть у вас возможность использовать вот такой клей тоже пожалуйста можете его использовать это ультрафиолетовый для того чтобы клеить вейдерс и наше тело подсохло и я беру вот такой мех это это маска песца если у вас есть в наличии допустим заяц или же кролик или любой другой мех который более мягкий можете его использовать так вот изготовил даббинговую петлю так как у меня достаточно тонкая нить и очень тяжело ее расщеплять там и так 5 волосинок промажем клеем из подготовим наш ёршик выровняем естественно в ступке я обычно чтобы было несколько удобнее работать вкладываю вот так пучком поджимаю ниткой а потом уже начинаю подрезать и подравнивать я буду выполнять эту работу и вам как раз буду до говорю тему о микро мушках так вот почему допустим большинстве случаев рыба более охотно берет микро мушку чем допустим любую другую потому что в нашей микро мушки детализация как таковая отсутствует мы не можем выполнить очень хорошо и красиво допустим так как это присутствует в более крупной мушки ну вот допустим как мы можем изготовить имитацию наших лапок если у нас мех и мушка очень маленькие поэтому исходя из этого рыба не не успевает рассмотреть и идет на поклевку поэтому это мое личное мнение я никому не навязываю и теперь аккуратненько отводим еще хорошо прокрутим чтобы уже у нас наверняка это мое личное мнение поэтому почти всегда в этом отношении микро мушка и выигрывает ну и опять же на мелкую мушку не всегда есть вероятность поймать крупную рыбу аккуратненько вот так убираем наши волоски назад и выполняем обмотку и теперь закрепим наш материал и нитку отрежем сделали завершающий узел я на для того чтобы закрыть место крепления добавил совсем немножечко вот такого спектра даббинга если у вас его нет можно промотать пером павлина и в завершении я вам теперь скажу только лишь одно что вот в таком варианте и вот в такой расцветке начиная карась платва карп к сожалению не попадался но уклейка густера красноперка это то что эту мушку не пропускает что касается хариуса я думаю тоже будет не против попробовать такую мушку благодарю вас за внимание до скорых встреч